осторожно вы смотрите телеканал который является иностранным агентом такая надпись может появиться на экране у всех тех кто например будет смотреть дольче вели в россии если в среду как ожидается дума примет в ключевом втором чтении закон об информационной безопасности алексей ковалев автор проекта лапши снимал очная занимается который занимается разоблачением фейк-ньюс от российских государственных медиа структур сказал нам что как и следовало ожидать российский закон об иностранных агентах намного строже чем его американский аналог это в общем формальность которая никому ничем самим а самим артид конечно ничем не грозит потому что на самом деле в 2015 году у них был скандал гораздо серьезнее когда директор одного из этих юридических лиц в америке алексей езловский который бывший однокурсник михаила лесина трагически погибшего в вашингтоне который собственно и есть основатель телеканала язловский попался на махинациях с налогами с офшорами признал свою вину получил 100 тысяч долларов штрафа и условный срок и после этого сотрудников этого этой организации где он был директором просто перевели тихо перевели их на контракты вот в ту которая стала иностранным агентом ну а теперь если им не хочется работать на иностранного агента они просто точно так же перепишут контракт этих сотрудников на какую-то другую организацию это конечно же не совершенно не означает что никакие санкции не постигнут и российские сми в россии и зарубежные сми в россии и так далее это конечно же но есть такое ставшее крылатым выражение давайте бомбить воронеж и вот я думаю что по воронежу у нас теперь отбомбятся по полной поэтому советую всем коллегам приготовиться ксения болецкая медиа-обзыватель деловой газеты и ведомости одного из немногих независимых изданий в россии считает что не российские не зарубежные сми пока и не могут нормально к новому закону подготовиться нет никаких деталей закон принимается слишком стремительно это поправки законов некоммерческих организаций где впервые появилась понятие иностранный агент и более того не уточняют в этих поправках что у сми могут быть некие некоторые другие требования к ним как иностранным агентам нежели как некоммерческим организациям иностранным агентам что это мог быть за иные требования на данном этапе непонятно и более того даже такие общие формулировки они очень размытые и депутаты признают что с такими общими формулировками под этот закон могут попасть очень-очень многие сми в том числе российские потому что чтобы понимать под иностранным финансированием например компания сми которая разместила рекламу кока-колы российского представительства кока-колы который естественно получает деньги из-за границы можно ли его признать иностранным агентом такой ситуации тогда у нас падает попадает там первый канал нтв риа новости тасс практически все любые сме и депутаты понимают и насколько мы понимаем ситуацию на данный момент формулировки останутся настолько же размытыми и конкретное решение будет уже принимать минюст это исключительно политический шаг сделано исключительно в ответ на требование американского мюста зарегистрироваться как иностранному агенту rush today rt и хочется очевидно некой демонстрации ответа прямо сейчас и поэтому такая спешка поэтому они готовы сейчас поставить какие такие самые общие критерии лишь бы побыстрее кого-то здесь из сми назвать иностранными агентами буквально вот завтра послезавтра ксения болецкая пояснила что в соцсетях и на своем сайте такие сми будут обязаны указать иностранный агент а также станут отчитываться перед минюстом о своих владельцах и сотрудниках а дальше опять непонятно иностранные агенты по российским законам не могут участвовать в выборах а журналисты обычно освещают выборы и в россии до последнего времени так и было как этот вопрос будет решаться теперь не ясно то есть фактически заключила обозреватель ведомостей это закон о том что к любому сми в любой форме можно предъявить любые требования в любой момент